привет я хотел бы поговорить сейчас о неких коммунистических посылах я переслушал диалог рэми маиснера и клима жукова только что кто хочет может зайти на мой твич канал и посмотреть там где то есть но может уже не будет к тому моменту я пересмотрел и их рассуждение о том как американская пропаганда сейчас пытается убедить нас что депопуляция это хорошо и что во многих и словах интеллигенции и даже небезызвестном фильме мстители мы видим что вот депопуляция это типа там хорошо нам не хватает еды там не хватает ресурсов еще чего-то еще чего-то и это плохо на самом деле это обсуждают крем жуков время мастер то есть не то чтобы мы должны сделать эффективнее не то чтобы там все плохо и все такое нет мы просто должны сделать более эффективную систему и тогда депопуляция нам будет не нужна мы будем процветать так как мы есть вот а я на самом деле не согласен с этим не то чтобы я там поддаюсь американской пропаганде или что-то вроде того намного ну то есть задолго очень задолго до фильма мстители я внезапно задался вопросом какой смысл как бы вот того что здесь столько людей то есть что нам всем делать ну окей ладно хорошо мы достигли коммунизма у нас все хорошо мы все решаем у нас все прекрасно мы всем обеспеченные не знаю всем достаточно того что есть на самом деле и тут вдруг получается что ну как бы не знаю но процентов 25-30 да то есть людей производят что еду производят одежду не знаю там прибирают за нами говно производят машины какие-то которые необходимы для производства еды и одежды и продуктов и домов и так далее и тут вдруг получается что как бы ну про остальные процентов там не знаю 75 70 более-менее занимаются тем что перекладывают из одной корзины другую а потом двигаются дальше и тут вдруг получается как бы а работать то больше не надо все мы всем обеспечено все у нас хорошо налажено все примерно пристроен ну пускаем пристроим 50 процентов населения да ну как бы не изменится же факт того что нам нужно например смартфоны или например даст допустим компьютера нашего не изменится факт что нам нужны не знаю ну пусть не телевизор сам по себе да но что-то вроде телевизор не изменится факт того что нам нужна какая-нибудь да та же самая еда это очень сильно будет убивать почву потому что даже при том что мы сейчас покидываем не знаю миллионы тонн еды в год все равно нам нужно эту еду если мы не будем например выкидывать мы и отдадим голодным людям которые голодают например в африке это будет эффективно все прекрасно все чудесно мы смогли трудоустроить 90 процентов населения каким-нибудь образом среди все этих всех этих 90 процентов населения не будет никакой значится получается не зависти не не знаю там не понимание ситуации все будут четкие крутые просветленные все будут прекрасно понимать свою позицию в этом обществе то есть как бы не будет сумасшедших в этом обществе не будет не знаю маньяков не будет людей которые стремятся к власти не будет коллекционеров тех же самых которые сейчас называются миллионеры и миллионеры то есть как бы ну окей ладно хорошо допустим мы дошли до точки которая прекрасно великолепно волшебно и все наконец-то равных условиях никто никому не наступает на грабли на ноги грубо говоря и там хорошо 40 процентов населения творят 50 процентов населения производят то есть как бы но это вообще идиотическая ситуация сама по себе такое невозможно среди этих 90 процентов населения которые мы сможем трудоустроить мы не сможем это так я идеальную версию прорисовывать даже среди этих людей на начнут найдутся маньяки начнут найдутся мегаломаньяки которые любят и умеют контролировать людей будут обязательно использовать свои возможности вам себе во благо и другим людям во вред будут находиться кашпировский будут находиться проповедники будут находиться лидеры сект будут находиться маньяки которые будут людей мочить просто направо и налево потому что так устроенных мозг и как бы ты не лечил все равно будут такие люди не знаю среди этих людей найдутся просто достаточно умные образованные люди которые посмотрят на все это и скажут подожди секундочку я работаю а что делают остальные 90 процентов да пошли вы все на хрен козлы я буду вами управлять и он создат секту он создат государство он создаст не знаю что угодно он создаст по этой теме и будет управлять этими людьми даже в самом идеальном случае даже самом идеальном случае когда мы сможем 90 процентов населения при коммунизме трудоустроить найдутся люди которые захотят это все контролировать и возглавят это как это и происходило в советском союзе в семидесятые годы когда все было прекрасно мы были на пути в коммунизм и вдруг блин откуда ни возьмись взялись такие разумные коммунисты которые нахрен все просрали потому что хотели личной власти пожалуйста вот вам наглядный пример на эту тему а дальше у нас что происходит если мы вообще то есть просто откроем глаза и начнемся на это смотреть вот здесь на планете семь с половиной миллиардов человек нахрена ну хорошо я понимаю что у вас в голове либертарианский причем это даже не коммунистический образ это чисто либертарианский образ все люди прекрасные все люди замечательные все люди чудесные они когда-нибудь там не знаю станут хорошими начнут найдут друг другом обязательно общий язык они не будут так вот забер за ресурсы биться как при капитализме потому что у них все будет я вам рисую что будет а будет то что сейчас происходит в японии или в германии люди начнут вырождаться потому что им незачем будет плодиться у них не будет самого главного желание выживать но и кроме того опять же возвращаясь до опять же чуть-чуть в середину мы все равно будем производить не знаю уничтожать почку ради продукта потому что они нам нужны уничтожать землю и добывать природные ресурсы тем или иным способом мы будем все равно загрязнять мусором мы будем сами срать мы будем все равно использовать пластик не откажемся мы от него уже никогда потому что это самый удобный в данный момент вид упаковочного материала и в целом такого то есть ну как бы давайте будем разумно подходить они с этой точки зрения либертарианство все что все люди хорошие и что всем людям нужно жить это не имеет никакой под собой основы абсолютно даже если мы в идеальном обществе при коммунизме при теоретическом конечно коммунизме устроим всех людей на работу среди них найдутся директора обязательно и узурпировать власть как два пальца об асфальт потому что люди довольно глупые существа и довольно сильно подвержены влиянию других людей как два пальца об асфальт узурпировать власть в такой ситуации когда у тебя тем более не надо тебе выживать а у тебя все есть найдутся люди которые посмотрят на это и скажут а почему я здесь пашу а вон те там не пашут уже сейчас мы это видим при том что все по большому счету живут с недр получают ренту в нашей стране я вижу прекрасно что вот чувак который работает там где нибудь делает что-то смотрит на какого-нибудь там не знаю но не певца пускай там на деятеля культуры который действительно нихрена не делает сружи а почему он зарабатывает миллионы я зарабатываю копейки какого хрена то есть как бы у меня есть квартира у меня семья у меня есть машина у меня есть телевизор у меня есть два смартфона у меня есть там не знаю жрачка у меня все есть сша почему он зарабатывает больше чем я я же работаю а он нет или я работаю больше работали тяжелее да какая разница люди в принципе устроены так не могут люди жить без зависти не могут люди полностью контролировать свои мысли и так далее и тому подобное нет идеального ситуации в которой мы бы оказались когда-либо и все равно мы не можем найти и другой причины кроме как ах мы такие все замечательные мы здесь обязательно все нужны зачем-то вот мы будем создавать новые технологии будем развиваться полетим на марс скорость солнца погаснет нам нужно распространяться сужденному мы начинаем мыслить как вирус вот мы здесь все уже сажали все ресурсы нам надо теперь посажать чем марс марс мало сажать юпитер пояс астероидов нет хорошо нам нужно наше солнце по погаснет когда-нибудь через миллиарды лет но тогда нам нужно как вирусу распространиться на другие солнечные системы нам нужно туда скорее скорее мы должны распространиться туда и сожрать там все ресурсы но это же не знаю ментальность вируса хуй черт никакого смысла в существовании людей нет принципе и тем более в существовании такого количества людей нам нам блин на маленьком клочке камня уже даже коммунисты по сами при такой ситуации понимают что кто-то из коммунистов говорил что вот как бы там как-то мусорные профессии или что-то типа того я это правда дошел своим умом и намного раньше что не знаю там проститутки менеджеры то есть это 90 процентов среднего звена офисные сотрудники работники кафе бесконечные официантки и тому подобное там не знаю то еще разводчики пиццы разводчики еды развода разносчики не знаю чего нибудь разводчики того перевозчики того 23 компании которые перепродают один и тот же товар 23 магазина которые покупают один же товар у тех же компаний в каждом магазине куча продавцов грузчики охра охрана вообще вот очень нужная профессия охранник и так далее и тому подобное таких мусорных профессий до 50 процентов людей занимают я уж молчу про всяких там охраненно талантливых и востребованных не знаю ютуберов например таких как я людей которые господи там всякие этом живописцы там писатели поэты музыканты которые не популярны да то есть которые никогда не дают концерт работ сидит переходе да там или популярен в своей маленькой там компании моем маленьком клубе и сколько таких господи да что живописцы как они называются то есть как бы таких людей сейчас на планете намного больше 50 процентов при том что при том что население пара планеты на треть состоит из индусов и китайцев даже при том что население планеты на треть состоит из индусов и китайцев все равно на планете таких людей примерно половина они ничего не делают они не производят никакой ценности кроме как в перераспределении денег которые грубо очень грубо выражаясь печатают они ничем не занимаются уж такие люди как ютуберы особенно ютуберы в жанре реакция или а давайте поговорим вообще или там летсплей щеки ну реально но это же люди которые ничем не занимаются никакой ничего не производят алтого еще большинство из них отнимает время у тебя как я рассуждал о футболе кроме того что ты теряешь два часа на футбол на сам собственно говоря ты еще к нему подготавливаешься если ты придешь на стадион ты еще тратишь время на поездку туда и обратно ты наверняка если ты такой дай-хард фанат напьешься то есть потеряешь время еще надо набраться перед тем как пойти на стадион надо обсудить матч до и после то есть это там комбайном ты потеряешь 5-8 часов там ну в зависимости от того насколько у тебя душа широка его сколько там матч потеряешь 5-8 часов своей жизни на хрена то есть и также с ютуберами по большому счету ты просто тратишь пустую свою жизнь это да я это конечно звучит немножечко странно но к сожалению да это противоречие в данном случае справедливо что я ютубер я там стримлю на твиче я хочу чтобы меня смотрели но при этом я говорю что это бесполезная трата времени но это так и есть и от таких людей до 50 процентов вот такой ситуации мы обсуждаем что блин мы должны накормить всех людей то есть так еда которая сейчас к ее при капитализме это плохо а при коммунизме мы будем эффективно ее распределять и тогда все семь с половиной миллиарда накормлены у каждого будет квартира но потому что действительно блин жилья бесхозного или или когда одному человеку принадлежит там не знаю не дома там 23 дома 250 домов ситуация такая постоянная то есть тебе не нужно будет платить у тебя будет свой дом где жить что есть что одеть ты будешь пристроен на рабочее место чудесно но тогда люди начнут деградировать потому что мы обычный организм мы обычный обычный эволюционирующий организм если мы лишены внешних раздражителей то ну 30-50 процентов населения планеты просто начнет деградировать и вымирать нет стремлений все хорошо тогда коммунизм это тупик то есть вот как бы если маркс вывел эту идею что за капитализмом последует социализм за социализмом соль последует капитализм ой коммунизм то есть вот уже заговорить то есть как бы окей но в такой ситуации коммунизм это тупик дальше то что мы будем просто плодиться как вирус до бесконечности а потом начнем как вирус перед пересаживать себя на новые планеты захватывать их ну если вообще учесть что это вообще нереально просто даже переселиться на марс это практически нереально даже если мы скакнем на следующий технологический уровень это нереально почти если на марсе и будет цивилизация людская то это будут уже марсиане они земляне там будет совершенно другая цивилизация но суть не в этом суть том что под что вы подводите то есть почему плохо депопуляция какая цель есть людей которые живут на этой планете сейчас родился произвел как там добавочную стоимость для хозяина сдох у хозяином у какая ну родился по эксплуатировал снял добавочную стоимость вдох в это же время произвел но наверно тонны мусора огромные засорил планету потребил товаров которые естественно снова опять же сами по себе засоряют планету и производства и их утилизация отлично блин ну вот я вот прям я вот прям вижу логику развития мыслей в данном случае что каждый человек важен на этой планете каждый человек нужен на этой планете депопуляция это плохо и все такое типа ну кому он ребят ну это же бред полнейший что вы как говорится несете чем мы тут важны что мы что мы получаем что мы теряем даже бред полнейший мы никому не нужны мы даже себе во многом не нужны мало того мы ожидаемся и начинаем страдать потому что нам каждый день нужно выживать дышать пить воду самый минимум потреблять калории а если мы лишены этого то разве мы живой организм мы какой-то блин робот получается просто муравей мы сейчас то муравей по большому счету лишенный всяческих прав привилегий но потом то будет хуже у нас еще и не будет потребности выживать блин но это же бред чем это нелогичная идея депопуляции она вполне логично она даст второй толчок капитализма между прочим если вы не знали если мы сейчас депопулируем население планеты то через сто лет она снова вернется на предыдущий уровень но за эти сто лет капитализм будет заново развиваться чем-то плохо как для тех кто сейчас реально рулит планеты чем-то плохо да и как бы ну давайте будем честными но не будет никогда коммунизма такого чистого понятного всем коммунизм до можно построить социализм в отдельно взятой стране но невозможно кому построить коммунизм на всей планете нереально да и в отдельной стране коммунизм построить нереально но это же тупик не знаю сколько я не разговаривал с коммунистами сколько я не слушал их выхода нет мы либо будем жить при капитализме который будет раз хотя бы в сто лет а то и 50 наверное устраивает нам геноцид либо мы зайдем в тупик с коммунизмом в любом случае нет ни хрена хорошего для обычного человека нет и обычный человек все равно ничего не решает не знаю как бы думаете сами решайте сами но на самом деле я я не понимаю в чем не логичность этой идеи депопуляции и я не понимаю в чем логичность того что нам нужны люди мы должны все жить вот все такие важные нужные тут бред это само успокоение это желание самому лично тебе вышли то есть ты хочешь жить вот и все ты живой организм ты хочешь жить ты хочешь спроецировать это желание на всех остальных но никакой никакого толка на самом деле и никакой пользы на самом деле нет никакого смысла и никакого смысла жизни не существует вот и все элементарный примитив поэтому вы короче говоря не знаю мне бы хотелось подискутировать на эту тему с коммунистами но с меня очень плохой как он называется в общем я плохо виду дебаты но я лично не разделяю точку зрения потому что с логической точки зрения кроме желание отдельного организма просто выжить а выжить естественно данном случае любой ценой соответственно и оправдать собственное существование и мусорить продолжаете засирать планету и так далее так далее с точки зрения выживания отдельного организма я могу понять почему мы хотим жить а вот с точки зрения мы все вот семь с половиной миллиардов такие прям важные охрененные нужные на этой планете нет на самом деле ты боишься что именно твоя жопа будет депопулирована и что ты сдохнешь раньше времени опугая тебя на самом деле забвение то что завтра тебя никто не вспомнил и то что ты исчезнешь без следа вот это тебя пугает а вовсе не то что ой мы все такие тут важные мы все такие тут нужные херня это все вы тут не зачем ни для чего и никакого смысла в этой жизни на самом деле нет ладно всем спасибо счастливо